Расхожая версия происхождения Название города Старица Не может вызывать ничего кроме улыбки Конечно же Никакая старушка не имела отношения К появлению современного топоним Наиболее вероятной версией Можно считать ту Согласно которой город получил свое нынешнее имя Благодаря одноименной речке Или некоему Участку старого русла реки Где и был основан город Тверским князем Михаилом Ярославичем В 1297 году Однако Существует целый ряд но Которые заставляют усомниться В справедливости этих версий Во-первых Здесь никогда не существовала реки по имени Старица Существует речка Старчонка Но этот едва заметный На местности ручеек Значительно меньше других притоков Волги Поэтому сомнительно Что он мог дать название городу Во-вторых Старица здесь тоже не существует И скорее всего не существовала Судя по рельефным картам местности Волги в этом месте просто не оставили шанса Течь иным путем кроме существующего Она буквально зажата между двух берегов Поэтому искать ключ к разгадке Необходимо в старорусском языке Скорее всего словом Старица Обозначали не только старые русла рек Но и прочие объекты Считавшиеся старыми Я полагаю Что в данном случае Мы имеем дело всего-навсего С таким понятием Как старое поселение Или старый город Возможно это не уникальный случай Просто до наших времен Дожил лишь он один Впрочем Все это не столь важно Поскольку это уже поздняя история города Который возродился из пепла На месте допотопного Античного города Любима Название Любим тоже не уникальное Город с таким же названием Существует сегодня в Ярославской области И также представляет огромный интерес С точки зрения историка Туда мы еще только планируем отправиться Ну а в Старице Мы попытались отыскать подтверждение Нашей версии о том Что здесь могли сохраниться следы Существования допотопного Белокаменного города Субтитры сделал DimaTorzok Этот пол уже современный Забетонировали Раньше это был гостиный двор И видишь арочки Тут вот галерея была Она сквозная Она была вдоль всего берега Волги Эта галерея шла И выглядело это один в один Как вот в Питере гостиный двор А тут лавки, а с той стороны выход, наверное, был, да? Да, с той стороны выход во двор, да С той стороны выход, да Видишь, они галерею заложили Кирпичом Почти апраксин двор Гостиный двор в Питере Ну, апраксин, апраксин, апраксин похоже Ну, апраксин по конструкции такой же был Смотри И там тоже пиленый этот известняк Это как форт Тотлебен Кирчи Вот обломки античности Прямо под ногами Сводчатый был потолок первого этажа И первый этаж Смотри какой Вон, насколько под землей Видишь, свод-то какой был А тут печь была А уход Ну, точно Сквозной Да, сюда Телеги заезжали Вовнутренний двор Прямо Все как в гостином дворе В Печорах Такой же И тоже Внешние стены Заложены с арками Там еще третий этаж был У этих квартир Мы ели еще Даже не очень давно Да Когда я приезжала Их только еще расселяли А вот тоже в стене канал Изначально тоже, видимо, было Отопление Централизованное Да Я тебе про это и говорила И только там Знакомая машина О Да Это лестница Лестничная Вот тоже Еще недавно Заброшенная квартира Да, Лью Джей До упора Смотри Блоки Если бы только еще понять Что здесь было Изначально По второму этажу Галереи Здесь такое ощущение Что никак Третьки зарядно Подзасыпаны Да 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 Это видно хорошо Что они Реально Очень сильно Засыпаны Да Вот еще канал Но это Это не печной канал Тут Да Деревянный Брус был Стыковочный Просто Деревянный О, какой бойница Насколько оно вниз уходит Неизвестно Но факт Первый этаж Гораздо глубже был Все засыпано Все засыпано Потом еще забетонировано Вот чем тебе не античность Это вот откуда-то выковыряли И когда из кирпича закладывали эту арку Поставили подоконник античный Здесь не было Здесь пароход Здесь люди ходили Вот тут вот Ну да Тут Вот Это аркада Она была Вот Воздушная Насквозь Сюда зашел На улице дождь идет А ты тут под дождем Насквозь Все лавки проходят Все лавки можно зайти Это очень похоже на Этот Тотлебин или Яниколе На стране тут похоже Это что-то Да На стране 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 Деревянный Рынок Торговая почта Там похоже Крекосрупции Там прям До сих пор Продают Торгуют Да Вечерах Тоже такой же Как яркий Видишь Тут все Все прям В разрезе Дано Специально А Семен еще Ростомером У нас работает Сколько тебе рост Семен 180 Отлично 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 Тут еще Обои сохранились Люди жили Слышь Люди жили Вот Памятники Архитектурным Ух ты Какая красота Еще и страдали Видимо Конечно Конечно Голодно Печек нету Парового отопления Нету Ну Это вообще Сказочно Пойдем Пойдем туда Тонцов Чуть Купениваешь Я не знаю Пойдем туда Смотрю Не Настюжка Или горела Да Видишь Как будто Это самое лестница какая внутреннего двора а здесь вот чистый и не коли наверное уже тебя батарея дошла до такого уровня когда когда фонарик просто не включается вот это да 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 смотри напиленные блоки уложены просто фантастически да 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 я же говорю это только одни ассоциации вызывает с керчью форт от лебен крепости николе да и молочные подвалы на там они нишка это да а а а а а а Неизвестно, лестница или пандус был. Может быть и пандус. Ну да. Набережная Волги. Вон как. Вон как она. Ну, это уже не гостиные дворы. Это уже какие-то действительно сарайки. Но с такого же камня. Только это уже посвежее. Тебе эта арка нравится? Да. Вот эта нижняя часть здания с аркой. Они просто великолепны. Потом тут достраивали уже. Но вот это сделано просто фантастически. Хорошо в школе там в Старицкой, да? Было бы потусить. Вообще проблем не было. Мы как бы руки по струйкам ходили. Под нами как раз этот глубокий погреб. Вон еще такая арка. Вообще сказочно. Ну вот. Все равно способ-то один и тот же. Только не деревянную рейку используют. А пластиковую сетку, да? А пластиковую сетку, да. Вот вход этот. На втором этаже тоже двери полукруглые. Арочные. Как внизу. На втором этаже все-таки она сверху пристраивалась по этаже, да? Много дерева уже используется. Слушай, там вообще вот настоящая комната, да? Квартира. Да. Кафель даже остался. Там печка, голландка была. А тут вот таблички надавить. А тут какая-то организация была. А тут вот пол рухнул и все. Крутой склон. Не столько, что были. Ну да. Которая вот выступила. Да. Ничего удивительного в этом нет. Ну вот. Видит, что там облицовка, а внутри бут видят. Получается. Да. Вот здесь он даже. Она такая же здесь. Что там дома отдых? Что-то понятно. Ага. Ну. Ну. Он сделал себе яму. Яму, да. Да не кто-то здесь сделал, а в советские времена здесь гаражи. Я говорю, в советское время яма для ремонта же. Да, да, да. Гаражи были. Как-то физически не подглядывается. Масок отравляется. Угу. Ну, так а что, если яма есть? Что же ее не использовать? Да. Там деревья здания газопрылища, чем кажется. Тебя из газа. Да. Оно уже такое квадратное. А так внутри, там же такие стены. Заложены. Камни. Камни здесь, конечно, у них. А тут городков фантиков. Да. Белого камня проблем нету. Можно сарай строить. И тоже были переходы между цехами. Реставрировали. Кто-то не знает, как он выглядел. А старые фотки посмотри. Я его реставрировал. Ну, он архитектурно выглядит новее. Может, конечно, его восстановили. Ну, говорят, Виктор и Христианка тут его. Виктор. Красотка. Вороня где-то плохо послала кусочек сыра. Вот еще боль. Продает 1100 метров квадратных. Да. Нормально, он продает 1100 метров квадратных. 1798 год. Еще единичка какая-то. Да. Как Ай. Да. Вот ты углядел. Слушай. Какой же ты с этой глазами. Какой-то странный. Не единичка далеко вообще. Да. Это Ай. Это для 8-го века. Да. А сверху пирамидки-то какие. Угу. Угу. Вообще осталась. Не единичка. Угу. 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 Ребята, представляете, ключи дали. Сейчас мы с вами постараемся открыть кузницу. Говорит, только занесите потом. А то, знаешь. Так. Раз. И ключи-то оставили. И потом приезжают в кузнице каждые выходные. На самом деле потрясающе. Зашел в администрацию. настолько приветливые хорошие люди вот причем я говорю знаете можно посмотреть кузнецы как да да говорит сейчас сейчас все сделаем приносит ключи только не забудьте отдать пожалуйста идите ну сами там разберетесь все ключи от кузнец 18 века там я думаю сейчас скажут вот но там вот у кузьмы петровича у петра ивановича ключи но где его искать мы не знаем да говорит вообще без проблем вот это я понимаю люди настоящие вот когда встречаешь людей таких которые тебе верят и которым тебе хочется самому верить это здорово потому что кажется иногда что таких людей уже нету они есть просто они в небольших городках остаются так-так оставляешь ключ потом выжимаешь душку на пол оборота и вода какие петли то смотрите амбарные смотрите свод потрясающий совершенно вентиляционная труба идет но мы ее видели сверху и уже более поздние кирпичные перегородки так а это же печь смотри это же кузнечная печь репзики да это же печь кузнечная только ее закрыли этой плитой видимо ты думаешь это горн не знаю мне кажется да что это может быть еще а может быть это просто контрафорс внутренний конечно ну что то здесь явно было вот судя по закладным вот эти да и вот а ну тут тоже более поздний кирпич что тут было до этого мы не знаем ну вообще в принципе небольшое такое помещение зонированное от соседних кузнечных помещений а где ты говорил колодец но мне показалось что вот эта лестница спущенная в колодец а понятно понятно так нету лестнице спущенной в колодец ну что пройдем по соседним восемнадцатый век вот он мрамор старецкий а мы потом поедем обязательно в каменоломни и посмотрим где его добывали потому что но пустота же остаются старецкие знаменитые пещеры катакомбы пустоты остались после добычи известняка вот надо осмотреть иноземную и подземную историю города обежный вентилятор воздуходувка то есть точно здесь был горн потому что для вентиляции этого помещения такого объема это машина избыточна но это все-таки советские уже видишь он укреплен на силикатный кирпич но просто так не стали поставить сюда весы смотрите какие ну даниил это уже 17 век это уже наш 90 год свод вот поражает конечно смотрите как сделан свод последующие швеллера укрепили купол но вообще на известковом растворе известняковые блоки которые вот уже 300 лет здесь находятся ну или чуть меньше вот кажется взрослые мужики залезли в старые кузницы в которых ничего нет а какое ощущение счастья мы видите кто-то эту кузню 18 века использовал как гараж а наверное если бы кузнецы 18 века увидели что здесь стоит машина но не знаю какая может быть газон 69 здесь стоял все-таки по тверским лесам положено на 69 газоне ездить и таких всяких автомобилях интересных вот сказали бы бесовщина какая бесовская машина у нас в кузне стоит смотрите как интересно вал постепенно оседает идут оползни и стенку этой старинной кузнецы выпирает а ведь над нами грунт и в принципе здесь настоящий погреб хотя температура уличная а еще здесь был не только погреб здесь ой матушки глядить скалопендра сики этники в сики от скалопендрочка она тут зерно живет овес вот их два таких тут совершенно одинаковые кузнецы да не вот вот так вот сфотографируй пошли кому-нибудь выложили в интернет и скажет керчь и все поверят и дальше то что чем не посетить там гаража на вошли помещение как типа мы заходили вот туда подвал С такого же плана. То есть такая была. Слух такой шел. Кусок античности сверху упал. Его приложили к фундаменту. Смотри какой. Кусочек розетки. Вот вал по всей стрелке. Это не просто вал. Это же остатки стены. Какие ниши большие здесь. Все, как я люблю. Давай, наверное, поднимись, Семен. Класс. Да, тут лестница серьезная. Слушай, тут это самое. Только для стройных. Конечно. Ракоплечья тоже боком. Ветерские плечи не замечаются. Да. Надо, кстати, померить. О, какой купол здесь тоже. О, какой купол здесь тоже. Да. Вот это да. Да. Вот это да. Да. Вот это да. Вал. Может быть он действительно земляной, но судя по количеству известняка здесь, он может быть не просто земляным валом. Вон он куда идет. А по идее он должен быть замкнутым. Что он с одной стороны только идет вон? Вон еще. Там какая-то щита получается. А тут? Слушай, а тут? Вон там река и течет. Очень похоже на то, что наши предположения подтверждаются. На самом деле, конечно, требуются планомерные исследования для того, чтобы их подтвердить или опровергнуть. Но визуально даже с колокольни просматриваются телли до потопных строений. Телли – это следы того, что погребено под слоями осадочных пород, но скорее всего не является природным образованием. Борисоглебский собор стоит, скорее всего, на закопанных руинах крепости Звезды или Кремля. И это подтверждает наше подозрение о том, что центр допотопного Любима был не на правом пологом берегу Волги, а как и положено порядочному городу с Кремлем на господствующей высоте на левобережье. Монастырь маленький, но аккуратненький. Он аккуратненький, очень чистый внутри, но он более поздний. И Юрий Григорий, что вот этот храм, ну как бы, вот это место, Юрий Иванович, что он не давал покори к нему там фиорет или кто-то там забыл, что типа, чтобы вот это место лучше, чем то не выглядело. Ага. И все это смешно, конечно, потому что оно все равно выше. Смотрите, как здесь этот известняк эродировал от воды. Вот это вот следы водной эрозии. Вот как быстро это все разлагается. Вишь, как сахар тает. Ну да. И вот каверны такие. Ну, 150 лет все. Вот. Так это вон под крышей, где как положено. То есть у вас заходит в воду, ну дождь только, когда как-то ветер дует. Да, 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 да. Вот оно тут отсырело, ветрами дует и выдувает все. Кальций вымывается. А вот это северный портал. А вот тут вот алтарная часть. Здесь, видишь, конструктивно она почти не выделена. Чуть-чуть вот только ступенька и все. В Исаакимском соборе тоже можно зайти только с запада. А с остальных сторон все порталы закрыты. И что это означает? Это означает то, что раньше это был не христианский храм. А у христиан не принято заходить с юга там или с севера. У них с запад вход. А алтарь с востока. Они взяли дефект, выпилили. А на место выпиленного потом вставляют точно такой же кусок. Вот. Но это уже все утрачено. Эти куски все уже прохудились, повылетали. Остались только вот места, где они стояли, ремонтные части. Ну, конечно, недавно. Относительно недавно. Потому что видно, что... Вот и на Исаакии колонны точно такие же. Просто здесь штукатурка дешевая. А на Исааковском соборе штукатурка под гранит. А так они такие же кирпичные наверняка. Вот стрелка. А вот вал. И на Трюровом городе еще точно такой же вал. Один в один. А тут в Изборске кладбище. С этой стороны. А в Вилленде, в таком же месте мостик. Эта конструкция, она такая же как в Вилленде. Вон тот вал. В Изборске не такой глубокий этот овраг. И он ближе заканчивается как бы. Ну, потому что тут речка все-таки длинная. А там это даже было не речка, а... Это Ули, да. Вот. А вот стрелка. Идите, идите. Не спрашивайте, куда я вас завел. Я сам заблудился. Вот она. Вот она. Волга, матушка. Эх, речка, речка, речушенька. Волга да матушка. Отстегнись. Да не надо. Я выхожу у тебя. Это такое смешное. Рассказывай. Я вышел на берег реки. Это все, это нас слишком. Я вышел на берег реки. Видишь, вертолетная площадка. А рядом стоит частный домик. Все бы ничего, но посторонники посажены слишком ровно. И на странном языке, то ли греческий, то ли какой-нибудь. Посмотри. Армянский. Какая связь? Армянский? Угу. Какая связь? Не знаю. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...